так друзья по конкретно этим адиком смотрите в общем есть вот такие вот бывают попадаются варианты если вам такой вариант попался это очень круто потому что смотрите это простые одики это не какие-то там супер дорогие короче которые стоят там космических денег вот у них обычная классическая коробка одик вот так это не называется в общем что я хотел сказать смотрите записываю чисто для телеграм-канала для тех людей кто вообще не понимает что такие вещи можно и нужно вот именно такие продавать можно как оригинал и всегда раньше кто в соцсетях продавал всегда так и делали и это было нормально и сейчас те же люди кто сейчас так также в двигается в соцсетях также и делают потому что здесь не надо ничего бояться то есть как бы вы думаете что ой как же я скажу типа что оригинал вот он же не поверит потому что это же копия блин ребята как он узнает что это копия вот смотрите вот смотрите все все как в оригинале коробка оригинальная ярлык оригинальный короче смотрите дальше кроссы сами кроссы это мусор просто все убрал вот кроссы вот такие вот короче пушечные ребята по качеству просто огонь смотрите вот просто все материалы но настолько качественные что здесь выше просто по качеству некуда и незачем здесь вот это вот все вот очень приятная тактильно очень приятная на ощупь да замша если вы видите если передает камера то она такая вот укладывается в разные стороны короче кожа приятная вот это вот эко кожа естественно материалы такие же как в оригинале в оригинале они не будут какие-то еще качественнее здесь уже некуда понимаете здесь некуда вот здесь вот такая вот очень приятная к кожи внутрянка вот это вот приятная да все все логотипы все соблюдено естественно естественно все очень четко все очень четко это не вам абибасы как раньше были там это все делается вот прям копия копия там идеально здесь логотип до дальше смотрим короче вот смотрите даже короче вот эту ниточку на фабрике забацали вот именно вот такую вот короче такую вот нитку необычную вот такая на ярлычки ярлычки в общем как бы вроде бы как обычные ярлычки все но они идут тоже по стандарту оригинала вот этот вот и ручок вы помните такие ярлычки на языках на из бустах которые люксовые которые вот прям ничем от оригин не отличаются все вот эти вот моменты нюанс короче все есть и смотрите дальше в общем вот здесь у нас есть оригинальный ярлык он точно такой же как в оригинале такого же стандарта все полностью вот потому что ну кто видел прямо подделочных кроссах там они могут но он может быть вообще другой короче этот ярлык здесь он такой же как в оригинале вот здесь у нас как у всех адиков фр даже размер у найков такого размера нет ну такой сетки фр французский наверное вот japan есть и чайна есть то вот и с и юкей но нет самое главное смотрите вы помните я вам в языках показывал короче там но в люксовых языках которые не отличаются ничем от оригинала почему их делают для того для чего их делают для того чтобы их была возможность продать как оригинал и так многие делают на разных сайтах продают в инсте продают короче вот многие просто школьники и завита даже этого не знают как продаются изики вот смотрите и вы помните что у изиков основной такой основная такая вот как бы степень защиты это разные коды на вот этих вот первичках вот как раз сегодня меня клиент мой один спрашивал какая ну какие там коды что там должно быть вот как раз вот и показываю смотрите есть вот этот вот код вот этот код который вот с хэштегом на типа 130 70 712 285 вот и он здесь такой же короче 130 712 285 это один код он короче этот код сходится вот с этой вот бирочкой вот видите вот по код 130 712 285 то есть это бирочка не просто так влепили ее какую попало короче сделали под именно эти кроссовки все это бирочка принадлежит этим кроссовкам еще у нас есть вот этот вот артикул gx2215 который у нас ну как бы модель до означает вот смотрите мы забиваем этот артикул в яндекс любой поисковик короче видим что у нас это же модель там на разных сайтах на любой мы заходим сайт короче вот на абсолютно любой и у нас и то есть модель в оригинале вот она же вот она же то на с точка ком да вот эта же модель конкретно это потому что у другой у другого цвета будет другой артикул и есть у нас еще вот такая вот вот такой вот код который вот самый нижний получается вот один или ай кью 52 вот ну такой длинный до код и последние три цифры мы видим 636 вот увеличу 636 на втором кроссовке этот же код внизу вот он короче найдет три последних цифры уже друг другие 322 и вот также в языках также в языках люксовых которые ну вот как бы там степень защиты своя у оригинала есть вот такая у языков люксовых точно также и еще один момент друзья если вы помните я вам показывал у языков вот эту бирочку и там у нас было был такой внутри чип который видно на просвет и смотрите здесь у нас также есть этот чип видите вот он вот он этот чип а теперь для школьников объясняю то что вот эти вот такие вот иногда варианты бывают и вы можете их смело продавать как оригинал прям не задумываясь потому что вы всегда можете вот эти вот нюансы моменты твоему покупателю показать короче вот и эти кроссы ну реально не отличаются ничем от оригинала в официальном магазине они будут точно такие же и стоимость друзья ну не вот такая прям очень сильно высокая их стоимость всего-навсего там 616 тысяч 500 рублей это ну такая нормальная стоимость на сегодняшний день оригинальных адиков обычных самых простых не каких-то там коллабораций каких-то там коллекционных это обычная стоимость адиков найков в официальных магазинах ну которые сейчас закрыты кстати вот поэтому их продавать допустим десятку или двенадцать или там минимум ладно восемь короче но это же не проблема вообще зачем их продавать в авито стараться продать вот такие вот крутые классные кроссовки за три-четыре тысячи рублей я вот не понимаю любая турецкая какая-нибудь неизвестного какого-нибудь или мало известного какого бренда обувь вот такого же качества будет стоить блин ту же десятку или 15 тысяч рублей а это известная марка с таким же качеством с вот этими всеми наворотами почему вы ее продаете за три или четыре тысячи рублей а друзья еще один нюанс не показал который тоже в оригинале присутствует и здесь он есть представляете короче вот такое реально в копиях очень редко бывает это есть только в 3 и плюс копиях эти кросс как бы не считаются 3 и плюс почему-то но они реально на все три и плюс тянут сейчас вам покажу смотрите такое я видел в оригинале и такое есть там джорданах 3 и плюс там данках 3 и плюс ну кто со мной работает по 3 и плюс тот знает этим нюанс короче я уже показывал рассказывал и парни тоже знают короче смотрите во первых в оригинале ну наверное я не знаю все знают или не все или или наверное все не знают в оригинале короче зачастую стелька приклеенная в копиях нет здесь она тоже смотрите приклеенная ну помазанная клеем и приклеена вот тоже точно так же как в оригинале и смотрите еще такой нюанс короче вот этот вот нитка которая в копиях обычно вот этот вот завершенный шов он вот так вот болтается да и в копиях он просто болтается короче а в оригинале он тоже болтается он тоже этот завершенный шов есть вот такой же его не обрезают под корень его вот так и оставляют и в оригинале его приклеивают вот таким вот типа пластырем короче и здесь вот это тоже сделали сделали представляете вот точно так же как в риге все точно так же то есть в обычно в копиях короче этого не делают он просто болтается вы все видели все знаете поднимите стельку посмотрите здесь как и в вариге как и в 3 и плюс там джорданах данках там это что есть три плюс реальный 3 плюс не те которые вам там задвигают за 3 и плюс а реальных вот это вот нитка она обычно приклеенная но бывает что нет в 3 плюс бывает тоже ну бывает у некоторых я видел что не нет нет этого пластыря но здесь сделали как вариге короче это вы сейчас только об этом узнали потому что эту эту тему даже я не знал только буквально не очень давно я узнал как как она вариге там должно быть вот не задавался этим вопросом но так оно и есть так что ребята вот такие вот какие-нибудь простые модели которые не стоят over до хера денег и которые его сделаны полностью как оригинал полностью абсолютно здесь материалы те же самые абсолютно здесь не будешь ничего не удешевленное здесь очень классно все вот это вот толстая такая и толстая замша такая и при этом мягкая вот материал классный вот такие вот модели вы можете спокойно продавать не обесценивайте товар не не продавайте в авито за копейки такие вещи вам вам тогда не нужны вот эти вот все детали которые про которые рассказал ходы чип и так далее вам не нужно даже про это заикаться в авито что она есть зачем заикаться если вы продаете это за копейки